Евангелие от Марка, 2 глава, с 15 по 17 тексты. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Чуть выше была история или эпизод о том, как Христос призвал Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, сборщика налогов, мытаря, так называемого, которых очень не любили, потому что они служили на римлян, на оккупантов. Написано, что когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его. И многие мытари, потому что к мытарю могли прийти мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи. Дальше в 16 тексте написано. Книжники и фарисеи, увидев, то есть они тоже оказались как-то в Его доме, хотя это было очень непрестижно для них, или они рядом как-то оказались. В общем, книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его. Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Для данных религиозных деятелей это был разрыв шаблона. Нет, с грешником за одним столом – это слишком, слишком, слишком. И далее идет очень известная всем фраза, слова Иисуса Христа в 17 тексте. «Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Крылатые слова Иисуса Христа. Христос, отвечая на вопрос книжников и фарисеев, на их недоумение, он говорит, кому нужен врач, кому – больному или здоровому. И грешник – это тот нездоровый, которому нужен врач. Именно к ним я и пришел. Но я хочу обратить ваше внимание еще на одну деталь, вот здесь очень важную. Здесь написано, что Христос говорит, я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Неправедников, но грешников пришел призвать. Христос говорит здесь о своей цели. Я пришел призвать грешников к покаянию. И вот дальше я хочу обратить внимание на методологию, Как Христос призывает грешников к покаянию, исходя из этой истории. Хочу вернуться чуть выше. Снова мы прочитаем 15 текст. «И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики, и многие мытари, и грешники». А что значит «возлежал в доме»? Что значит «он левий, которого пригласил Христос следовать за Ним, пригласил Христа в свой дом и накрыл им обед, он накрыл им стол, и Христос возлежал, потому что они кушали полулежа, поэтому и возлежал Христос, находился за одним столом. И вот если мы сопоставляем эти два стиха, «я пришел призывать не грешников, точнее неправедников, а грешников к покаянию, и Христос возлежит с ними за одним столом, кушает с ними за одним столом», то мы видим, как Христос призывает грешников к покаянию. Это не просто какое-то морализаторство, это не просто проповедь в традиционном смысле этого слова. Это взаимодействие с человеком, это взаимоотношение с человеком. Христос сел с ними за один стол для того, чтобы поговорить. Его призыв к покаянию – это не просто призыв с кафедры «покайся», да? Это взаимодействие с грешным человеком, для того, чтобы грешный человек, увидев милость Божию, милость Божию мог откликнуться на это. Сесть за один стол с самим Богом – это великая привилегия, это великая милость Божия. И вот эта вот благость Божия, когда ты сидишь за одним столом с Богом и видишь, что Он не пренебрегает тобою, она и ведет грешника к покаянию. Субтитры подогнал «Симон»